Этот раздел называется «О том, как выпустить, где до начала была принята формула Ботсмана для сверхгенкративной термодинамической реакции». Далее были получены основные результаты общей принятий части физики, значит, квартовая физика и квантовая механика, и альтернативные физики, значит, проблемой ориентирской стеркали. Перед здесь стеркали в 2021 году, вырезав свое сомнение, что основа квантовой физики развивается правильными пути. Вот здесь приведена формула, один-один формула, знаменитая формула кванта, полученная из действий 1.2.1.3, которая очень хорошо отстала в основном и в дальнейшем. Затем, в 2011 году фан получил до хозяйства 1.3, формула 1.4. При этом беря за основу 1.5, 1.6, 1.6.2. Получение для решения уравнения гометтона для случаев, когда обественные анализы являются системой неподчиненной связи в многих частей 1.7 и подчиненной связи в многих частей 1.8. Далее на этом пути были выработаны основные идеи кримского соответствия 1.9 и сделан вывод о том, что теперь необходимо получить основные уравнения квантовой механики таким образом, что при квантдействии применения кримлю 1.10 уравнения квантовой механики следовали уравнения классической механики. Далее на этом пути были получены уравнения матричной механики следовали. Затем были получены уравнения балновой механики, затем было сделано заключение о том, что основные уравнения матричной главного механики являются эквивалентами. Далее из решения уравнения шведенгера 1.11 совместно с 1.12 потенциалом было получено результаты современной сфере строительного вещества. Однако, когда физики склонны к современной уравнения шведенгера 1.13 и возможности основной идеи матричной механики, которые пытались решить задачи, которые стали общезвестным под названием квантовой термомов тел, квантовой электродинамика, квантовой тераполя, владившие огромные трудности и развитие физики вошло в кубик. Замеется, при таком положении вопроса, когда основные результаты официальной части физики, значит, квантовой механики, которые были получены по маршруту, где до начала принято 1.14, полученные из выражения Боттсмана 1.15, в самом конце пути при профитах решения задач для системного хаотичного вещества прибыла к кризису. Имеет смысл вспомнить, что в 2021 году РНЦ釣кали обратили внимание на этот факт, что соотношение 1.14, на основе которого далее были получены все же задачи официальной принятия части физики, удовлетворяясь логическому критерию по маршруту решения физических задач. Вот РНЦ釣кали, они в своей статье критиковали, что квантов не совсем законно принимали в основу формулы 1.14. Дальше. РНЦ釣кали обратили внимание на тот факт, что этому критерию удовлетворяет соотношение 1.16, которого также можно получить соотношение Босмина. Заметим, что в 2000 году в некоторой физике, например, сам РНЦ釣кали, потом Шперн из возможностей основного равнения статической механики гипса пытались получить, заходя к этому соотношению 1.16, возводить соотношение. Однако безуспешно. Вот проблему, знаете, ориентир спасали ориентирском Сиркалье в 2021 году, в то же время они пытались решить парни ориентир Сиркалья и Шперн. Небезуспешно. Вот поэтому основной целью своего доклада, я считаю, показать возможность решения этой проблемы на новом пути. То есть считаю возможным разрабатывать основу теоретической физики по данным направлениям, на которые в своё время указывали представители альтернативной физики ориентирской и Сиркалья. После обеспечения первой части твоего доклада, вот я здесь закончил первую часть, я хочу выделить следующую мысль. Потому что обычно, говоря об альтернативной физике, многие увлекаются усовершенствием электродинамики в другом направлении. А здесь я обратил внимание, что в своё время Эрнез Сиркалья в Сиркалье обратили внимание, что есть альтернативная физика, существующая в физике области термодинамики и статистической механики. Теперь вторая часть, значит, проблема Эрнез Сиркалья удается решить, если для этого успешно будет решена проблема ГИКСа. Вот в этой части я попытаюсь показать, что проблему Эрнез Сиркалья удается решить, если будет удовлетворительным, завершена разрывок основ с отмеханической ГИКСа. Значит, ГИКС сомневался в том, что уравнение первого и второго начала термодинамики 2.1.2.2 удовлетворяет логическим критерием по решению физических задач 2.3. Поэтому он не совсем верил, что теоретически обоснование этих законов, полученных для ГИКСа, и Бочманом являются истинными и окончательными. Поэтому за законы термодинамики, удовлетворяющие логическому критерию полноты, ГИКС принял уравнение технической термодинамики и технической термодинамики 24 и 25. Далее он, прилагая возможности эти уравнения к решению задач типа 2.6, значит, получил уравнение 2.7. Поскольку эти уравнения 2.7 не совсем оправдали себе при акцентре оптимых данных, он сделал вывод о том, что теперь ему следует получить основные уравнения статистической механики так, чтобы на их основе можно было получить доказательство уравнения 2.4, 2.5 и 2.7. Объяснил ГИКС, критикуя европейский вариант термодинамики, сначала его модернизировал, объединяя первое и второе начало термодинамики, и получил уравнение 25. Технический и технический термодинамики. Объяснил основные уравнения технических термодинамики он экономизировал. Потом на его основе получил уравнение 2.7 при осцентре реакции 2.6, и увидел, что оптимые это неофициально. И отсюда он сделал вывод, что термодинамики приближениями недостаточно для решения этой задачи до конца, и обратил свой взор для разработки статистической механики. Далее ГИКС из уравнения Гамильтона получил основное уравнение статистической механики. Его знаменитые статистические механики опубликованы в 1903 году. Вот его основное уравнение. Дальше. Ответственно. Ответственно. Но при сопострении вот здесь приведённой сцене, ГИКС наладит возможность основного уравнения статистической механики 2.9.2, 2.9.2, где действительно удалось получить решение 2.10, 2.11, которые могут быть приняты за доказательство основного уравнения технической и технической термодинамики 2.4, 2.5. Однако для того, чтобы успешно завершить программу ГИКСа из возможностей основного уравнения статистической механики, ещё необходимо было получить решение, которое могло служить доказательством для уравнения вида 2.12. Интересно, что? Следующий. 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 От 2.12 до 2.13. Поскольку идёт уравнение константа равновесия К и осорчённая константа, вот термодинамика приведена раскрывается через свободную энергию 24, куда входит Дельта-Есть, то есть основание предположить, что при успешном завершении программы ГИКСа действительно удается получить доказательства соотношения 2.15, тем самым решает проблемы РНК социально. Одним словом, я завершил 3-й раздел своего доклада, вот здесь хочу-почитую. Верс после экономизированного уравнения технической, технической терминамики, разработав стать механикой, потом на основу уравнения экономической, большей экономической, получил доказательство уравненное видео в этих уровнях. 2.10.2.11. Но он не успел получить на основе своей статистической механики уравнения 2.12 типа 2.13, которые обычно хорошо работают в вооружении официальных экспериментов. В этом смысле его программа остается недоверсённой. Вот две клетки последние остались незаполнены. В этом разделе я осознал, что если будет завершена эта программа, заполнить эти клетки, на строй полученных в этих клетках результатов, будет решено проблемное резистое термин. Третий. 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 Значит, проблему гипса мне удалось решить, для этого по главному интерпретирую я результате статьи Гуревича применение в статистике маломолитязной отторжки на сверху поверхности. Вот. Дед Яминалович Гуревич, племеновичный фильм «Стеретик» в 1931 году А.Н. Николаев в статье под таким названием. Как на это было указано выше, для того, чтобы успешно завершить программу гипса из возможности основного уравнения статьи механики, необходимо было получить доказательство для уравнения 3.1. Мы об этом же говорили. Который он получил, гипс получил, но с него она из-за уравнения 3.2. Однако, как здесь у задачи, такого рода сам гипс решить не хотел. У меня не хотел решить эту часть задачи. Мы в начале уравнения 3.2 переписали в виде 3.3. 3.3. Значит, уравнения 3.2 мы переписали в виде 3.3 с учетом того, что не все клинические реакции обратимые реакции дают при столкновении продукты, а сначала они образуются число столкновения. В общем, так механика хорошо вычисляет число столкновения, поэтому мы вводят уравнение 3.2, приспособлены в виде уравнения 3.3, что вводят число столкновения. Поскольку штат механика хорошо вычисляет то столкновение, то объекты уравнения 3.4, 3.5 вводят число столкновения. На этой основе мы осознали, что, скорее всего, этот дуревость хорошо осознал, что штат механика и гипсом можно хорошо приложить к выводу уравнения 3.3, 3.5. Когда мы начали заниматься вычислениями и я хотел получить доказательство Высший Привидент уравнения Лемминира 3.3, вдруг узнали, что по такому роду вычисления и все в 37-м году были проведены Велеградским физическим директором Гуреевским. Гуреевским, для того чтобы получить уравнение Лемминира 3.3, мы садили из анализа уравнения вида 3.6. Он уравнение большое экономическое распределение присосал, чтобы обсуждать сложные задачи типа ассоциальной равновесия и низкой равновесия и написал в виде 3.6. Далее он получил решение в виде 3.7, где 3.8 3.8 3.8 нет свободы в энергоотверсии. Ну и ясно, что в этой результате получено на базе возможности методов вычтения свободной энергии. Поскольку в эту уравнение поскольку в эту уравнение входит разница свободной энергии от газовой фазы и ассоциальной состояния. И поэтому можно я опознял что эти уравнения содержат результаты, которые в принципиальной части завершают разрабатывающую основу статистического металлического гипса. Однако сам Гуревич получил результаты полученных новых результатов интерпретировал с точки зрения как суммы. в том я завершил третью часть здесь я хочу немножко остановить следующую значит Гуревич практически в своей статье получил результаты которые в принципиальной части завершают незавершённую часть тех механики гипса. в которой в клетках был уже вопрос он почти получил результаты которые заполняют в этой клетке. Но он поскольку современная теоретическая физика считается самым основным методом методов вычисления статистической формы правильной задачей сводится к статистической формы он настолько верил в этот метод что почти получил правильный результат почти получил вот это вычисление из этих уравняемых пересчетов получил методов вычисления свободной энергии он его даже преобразовал на язвок и получил для осорщения коэффициента обычно в науке известные результаты которые дали раньше его другие получили наэльские статумы моё заслуга здесь я поскольку я пришёл к занятиям такими вещами работая среди физических клиентов я оценил что это уравнение любви мира когда прилагается через понятие свободной энергии а физические периодики обычно надоёте нормы не доходят они через честное вычисление проводят на я теперь статумы четвертый значит четвертый о том как важные возможности статистической механики ГИБСа удалось получить доказательство соотношению для среднего мегаоспеллятора вот это помило для среднего мегаоспеллятора более строгим образом чем это было сделано самым планком одиннадцатом году и о том что все дали эти новые результаты для того почему основы физики иначе не находятся глубоко в кризисе вот здесь где ты сейчас расскажешь следующее с вами в девятнадцатом году исходя из вот это соотношение которое соотношение где квадратный гипотеза для квадратной энергии получил вот формула для среднего значения энергии 4.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 За 11-м годом исходя из уравнения гипса 4.3 и выражение для классического варианта и квадратного варианта получено разрешено уравнение галитона далее для кружки когда алексом анализ является системой не по чему связи получил доказательства 4.7 вот здесь слайда когда в одиннадцатом году в первом конгрессе все задающие физики собирались обсудить природу квантовой теории кванта на конгрессе квантовой доложил работу которую на основе из сокращения 4.5 получил хотя бы 4.7 для среднего значения энергии квантовой получил на этом конгрессе возник длительная дискуссия в котором планк этого вывода планка ответил им что в данное время лучше ничего нет придется удовлетвориться этим доказательством обоснованиям для среднего значения энергии и так получилось что в дальнейшем теоретической физике за основу доказательства среднего энергии теоретической 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 системы были приняты как истинно это не трудно заметить хотя с 1900 года при эмпирическом получении соотношения энергии в 1900 году еще планк работал на уровне эмпирической физики гипотетических геопредположений и так далее на столе были сложены соотношения для кванта энергии и для среднего значения осиллятора имеющих плюсовое решение для многих я хочу сказать что при получении этого соотношения в 1900 году он работал на уровне все халачичные предполагал что эти сети есть халачичные с другой стороны при получении перетечки доказательства предыдущих блокаде вот это соотношение 4 2 он был сложен по самому уравнению 4 3 4 4 3 предыдущих предыдущих вот здесь кто получил доказательства вот это доказательства он сходил из уравнений которые которые предполагают что и уравнений для осиллятора который осилляторы можно только начинали въезжим врачи значит предыдущих вычислений 11-го года он уже работал не только халачичные движущиеся предположения а операциями движущими осилляторами вот здесь возникает процедурение когда он в 1900 году при получении этого соотношения работал на уровне только халачичные движущиеся а потом при получении этого доказательства работал на уровне двух направлений уравнения палатистые движущиеся и упорядочные движущиеся уравнения поэтому есть основания предположить что в основе теоретических доказательств соотношения 4-2 с самого начала были допущены ошибки вот вот фиан-каре и многие другие на этом соотношении не зря договорили где действительно какой-то ян критая ошибка как она или нет в действительности можно будет доказать в том случае если это соотношение 4-2 будет получено из уравнения дифта 4-3 из основного уравнения дифта теперь мы попытаемся показать что доказательства для соотношения вот это 4-2 действительно можно получить работая только на базу основного уравнения дифта то есть без приближения теория Энкетит точнялась Гурелец сначала получил результаты для свободной энергии Энкетит и свободной энергией осилляторов по 4 бедей вот смотри это первый сделанный Гурелец и он получил это из-за множества механики гипса далее сходя из предположения что при официальном задаче идеальных историк можно сходить анальное уравнение вот это уравнение которое мы уже привели получил уравнение 4 1 для числа фатронов которые находятся сходя от метро ан shock за получается из соотношений 4-80 лиц вот это сабменно рассматривая среднего значения от метро сабменно рассматривая предыдущим соотношениям предыдущих соотношений. Вот это соотношение... А, куда? Вот это соотношение... А, вот это соотношение 3.11 и 3.11, и вот этот 3.11 получил 4.13, который является новым статическим вариантом вывода соотношения, вот это вот 4.12. Вот соединять номинское соотношение для асселятора планка, который он получил в 2019 году, а новый вариант, только статически вывода, и номин из-за возможности, потому что вылетали в ГИБСа. Что было на эту позицию выше, если планком в работе 11 года при получении доказательства для соотношения 4.2 были использованы возможности решения полученных как в области полученных 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 в об За этот вопрос, и он ответ в следующем уровне. Скоро до сих пор, при попытке решения уравнения галитуна для многих частей, совершенно независимо не рассматривается анализ решения обычной полушарной логической теории ни подшимым связи с многих частей, ни подшимым связи с многих частей, и является главным препятствием для соответствующего разработки основ терапии физики. Вот завершил я четвертый чек, здесь хочу сделать следующий резюме. Я в работе одиннадцатого года продает план, хотел обосновать свою формулу для значения ателлятора. Он использует физиологическое уравнение гильца и еще уравнение для теории ателлятора, которые можно рассматривать как системные и починные связи с таким. Знаете, это было... Там вызвала дискуссия. И, в общем, один слов, я хочу резюмировать в следующем образом. Я обращаю внимание, правильно понимая природу уравнения решения, полученные в реальщем в своей статье, уточнив его результаты, приспособен, чтобы использовать, чтобы получить уравнение для ателлятора, в основном, только как механика гильца, без предположения, в представлении от теории, много инчеркций починенных связи. Работа только в августе не починен, как теории не починенные связи. Таким образом, я хочу здесь, что перейти на следующий раздел, хочу обратить внимание на следующий. Война моя работа такова, что в 2021 году РНЦ припаде Аштерна обратили внимание, что они сомневаются, что основа теоретической физики разорабатывается на правильном пути, поскольку тот соотношение, которое связывает энтерапию термодинамической вероакцией, удовлетворяет критерию полноты, и они предложили свой вариант, который удовлетворяет этому критерию. Значит, это первый шаг. Это фундамент альтернативной физики, предложенный РНЦЕСТом ТК или Аштерна. Второй шаг, в моем сделанном, я обратил внимание, что вот это соотношение предложений РНЦЕСТом ТК или Аштерна, которые они сами могли обосновать, я обратил внимание, что если завершить техникальный физик, то как раз на его завершение получается такое соотношение, которое дает обоснование соотношения РНЦЕСТом ТК или Аштерна. Третий шаг, сделанном, я обратил внимание на результате работы в РНЦЕ 31-го года, где он уравнение физическое равновесие, ассорсионное равновесие получил результат механики ГИРСЕ, интерпретировал в моем языке статусы, которые модны в теоретической физике. А поскольку я в эту должность приходил из августа физической церкви, где работают только на языке свободной энергии, потому что статус работает только с налогой энергии, энтоксия, энтоксия, и так далее, разности энтоксии и энтоксии. Поэтому я сразу понял, что если что-то хорошо завершить, результат статьи ГИРСЕ должен быть интерпретировано по норму. И действительно, после интерпретации хорошо завершился статусами ГИРСЕ, и получился результат, который мы в отношении предложили Эринфекции ГИРСЕ. Теперь я в последней части, поскольку я специально остановился на этой мысли следующему почему, потому что для моей работы вот эта форма новой интерпретации статьи ГИРСЕ для меня очень важна. Здесь я действительно некоторые хорошие мысли и новые идеи предложил. поэтому чтобы обосновать новые идеи, надо было что-то новое. Вот в местах, где я раньше доказывал, всегда возникли вопросы, как бы обосновали свои новые идеи, как показали, вот когда я обратил свой взор в область философии. Вот я здесь пишу так. При решении этой части задачи я исходил из факта, что взаимосвязь основной идеей метода восхождения от абстрактного к конкретному можно заградить в том же сцене. В соответствии в области философии имеется идея методосложения от абстрактного к конкретному. Обычно эта идея слостно интерпретируется как идея деды. Это на самом деле никакая идея деды, это идея на самом деле идея декарта. Декарта декарта руководства для руководства правила для руководства ума имеется правил те, которые при систематизации могут представить самоследие системы 1. В общем, говоря другими словами, исходил из идеи о том, что все наиболее предоставления науки между собой взаимосвязи, причем предметом в ходе из наук соответствует все подобные идеи в декарта имеется а у него вот эта схема нет декарта я его представил в виде схемы воображаемой схемы номер 1. затем анализируя основные идеи схемы 1 результатные получаемые в области математики и физики со временем декарта я получил результаты с помощью схемы 2 вот здесь при составлении этой схемы в схеме состояние основной физики в том времени когда было получено уравнение геометрии вот соответственно рассматривая результаты полученной лазурской математской физики в декарской схеме идет алгеберическое уравнение и алгеберическое сравнение диометрия архитическая диометрия анатологическая диометрия дальше алгеберская кинематика и здесь уравнение ускорения на слове форме ускорения получил свой закон на слове закона Ньютона получил уравнение динамики динамики следующий закон учитывая результаты которые были получены далее в области теоретической физики осознал что их мотивирует схемы 3-4 во времена Гаметона вот если я раньше остановился на этом уровне дальше гипс получил экономическое уравнение гаметона это уравнение это по маршруту теории н-чапит а по другому абсурту из уравнения Гаметона было получено уравнение Гаметона Яхади первое сравнение Гаметона Яхади а на слове уравнение Гаметона Яхади шведов доказал слово уравнение с сравнением Гаметона Яхади поэтому уравнение шведов является продолжением уравнения гаметона Яхади вот на этом уровне остаются незаполненные шведки и это является дефектом основной физики по маршруту следом новых филактических физических в мире пряченых веществ Затем совместно рассматривая идеи которые были в тему в составлении схемы 1 и результаты которые были получены в области физических физических осознал что их можно стоматизировать с помощью схемы 5 и 6 результаты которые были получены в области физических и в области первых строений вещества и дальше далее далее с учетом идеи и результатов которые мы ушли при новой интерпретации результатов Сергея Гуревича основополагающих идеи и результатов обзарабатывания в области первых и первых рякций можно представить с помощью системы где уже отсутствуют незаполненные клетки вот предыдущие покажите вот на этом уровне это изравнение вирса вирса не может завершить получить уравнение чтобы заполнить эти клетки а из сравнения Шреггенера было получено очень много результатов в области первых встроенные вещества которые заполняют эти клетки но их природа была не очень истинно осознанная поэтому они остались со всеми завершенными следующее приведение здесь вот здесь один из заменений которое было получено на основу новой интерпретации результат в результате Буреевича это завершает как механики дирса в плавном смысле а здесь в общем интерпретации имеются в области первого строения вещества давно но здесь складно множество понимания интерпретации вещества поскольку эти две стены на этом уровне завершены доведены до конца они являются результатами теребистских языков а эти результаты являются результатами теории МЧС их можно объединить как рассматривать эти результаты дают обоснование результатам и получаем дальше следующее следующее алгебристские уравнения архитектические уравнения диаметрия алгебристическая физика биология психология и социология и следующее следующее и аналогично в области первых вещества алгебристические уравнения алгебристические биометрии алгебристические физики молекулярная биология молекулярная психология но эти результаты в общем можно принять как за золотой фонд эпидемиологии достижения человечества потому что где-то обмешкал все правила он почти построил вображаемую стену в которой можно объединить две частные науки как они должны один за другим стоять и так далее другие эти правила очень много мыслей которые почти подсказывают все науки связанные однако я положил начало это разрабатывание этой системы разрабатывает аналитические диаметрии и дальше дальше пошло зашло до актерпизики с актерпизикой и дальше и если плачет завершение покажите где здесь девять девятый десятый схемы он практически завершает как теория в области первой политической частицы упрят почти завершает четвертым тот же результат который относится только к пути истине деканта заявил что деканта почти завершает путь первой цели я заявил что первая цена 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 вот эта цена является почти и цена вот деканта почти указан на этот путь он принял он отказался основной административе и принял алгебры и административу потом принимая алгебры и административную задачу геометрии дед получил анастическую метр и дальше киноматика и основной уравненной истории динамика и биология скаловая циклогия деканта является путем истины наображаемым путем истины надо было только запомнить его завершить и в каком-то степени я считаю что мы внесем определенный вклад для завершения этой программы деканта благодарю за внимание и в Продолжение следует...